Продолжение следует... Да, на самом деле желание взять собаку из приюта очень ценное, доброе, но на самом деле это код в мешке, потому что, к сожалению, в приют собака, скорее всего, попала не просто так. То есть, возможно, какие-то проблемы были, они зафиксировались и собаку решили отдать, они решили справляться с этими проблемами. Либо второй вариант, в общем-то, все было не так печально с генетикой собаки, но людям до нее не было дела. Соответственно, собака не социализирована, не воспитанная во взрослом состоянии, она пережила достаточно большой стресс, отдачу, нахождение в приюте, не знаю, насколько продолжительно. Поэтому, в любом случае, когда берут собаку из приюта, это собака с историей, и, как правило, не очень позитивной. Либо у нее генетические какие-то особенности, либо, ну, то есть, там, возбудимная нервная система или еще хуже того, немотивированная агрессия. Либо у нее просто уже, вот, ну, как бы очень сложная жизнь. Поэтому она сейчас себя ведет так. Примерно такой же ответ, как и в предыдущий раз. Что касается, кстати, что вам, что предыдущему, человеку, кто задал вопрос, советую перевести все кормление в руки. То есть, начните кормить собаку из рук в процессе чего-то. Надевайте намордник, кормите ее. Мойте лапы, кормите ее. То есть, объясняйте через это. Если ты дашь мне лапку, я тебе покормлю. Вот. И собака начинает сначала, как бы, принудительно это делать, а потом она понимает, что, в общем-то, ничего страшного нету и расслабляется. Оглаживание не все собаки любят, поэтому перестаньте ее трогать. Сама попросила, залезла к вам на руки или рядышком легла, тогда можно погладить. Самостоятельно к собаке не лезьте. Устанавливайте контакты доверия. Это происходит через занятия. Я тоже чуть позже расскажу, какие занятия вы можете приобрести вместе со мной. Потому что, ну, сейчас я могу рассказать, там, учите команду сидеть, учите упражнения на доверие. Но как это сделать, это я уже смогу показать в видеоматериалах, да, то есть не сейчас. Потому что все-таки мы ограничены технической возможностью в виде картинки и текста. Вот. В видеоматериалах это значительно понятнее и подробнее. Кормите из рук, читайте сигналы примирения. Что касается с внучкой, пусть тоже кормит собаку из рук. Обязательно обучайте, не знаю, какого возраста ваш ребенок. Обучайте двигаться чуть медленнее, не лезть к собаке в ее место. Я, наверное, посоветую начать приучать к боксику и клеточке. Это не наказание, это условия содержания собаки, если собака к этому приучена. Точно так же, как и поводок ограничивает вашу собаку на улице, точно так же вы можете ограничивать свою собаку в квартире, но с помощью боксика или клеточки. У меня сейчас Джек Рассел находится в клетке, и он там просто спит. То есть это не наказание ни в коем случае, это просто формат содержания. Содержать там собаку не нужно, ну, как бы формат нахождения. Содержать собаку там не нужно, это просто лимитируется, какое-то время она может проводить там. И какое-то время, например, когда у вас там ребенок дома, вы отправляете тем самым безопасно и для ребенка, и для собаки. То есть не всех людей можно обучить, как собака общается, но вы можете ограничить. Вам надо пережить хотя бы 20-30 дней, чтобы собака ни разу не рычала и не бросалась. Ситуация немножко изменится в лучшую сторону. То есть если какое-то поведение постоянно реализуется, вызывается и потом реализуется, то оно закрепляется. А если вы его купируете просто через то, что вы его не вызываете, то оно начнет забываться. Соответственно, максимально не провоцируйте свою собаку на агрессию. То есть это оглаживание, нависание над ней, общение с внучкой. Начните кормить из рук, приходите заниматься, потому что просто так доверие не появляется. Точно так же, как и у людей. Вы можете видеть человека и считать его хорошим, но пока вы вместе с ним не начнете взаимодействовать и работать, вы о нем многого не узнаете. Точно так же и собаки с хозяином, когда начинается процесс взаимодействия и работы, то практически все проблемы уходят. Плюс в курсе будет очень много, мы будем очень много разговаривать в принципе про поведение и про теоретические точки зрения. С практической точки зрения у нас будет на определенном модуле упражнение на доверие. Это упражнение, через которое вы спокойно сможете собаку трогать для необходимых каких-то целей, намордник, когти, глаза, уши. И здесь такой падает немножко и барьер в принципе с точки зрения оглаживания и всего остального.